Привет, народ! Сегодня будем снаряжать дробовые патроны 12-го калибра на двух порохах. Пороха будем использовать Сунар 35. Навеска здесь используется на 30 грамм дроби 1,8 на 35 грамм дроби. А также мы будем использовать порох Сокол 12-го калибра 2,3 грамма на 35 грамм дроби. Итак, зачем я это снаряжаю, зачем я это делаю? Дело в том, что у меня есть такое ружье Maverick 88, помповое ружье 12-го калибра, и здесь короткий ствол. И когда я ходил, еще поначалу, это мое одно из первых ружей, когда я ходил с ним на уток, то резкости дробового заряда не хватало, чтобы утку поражать. То есть на расстоянии там в 30 метров резкости у данного ружья не было. Тогда я снаряжал патроны порохом Сокол, и так как этот порох более медленный, то в стволе 60 сантиметров он не мог разогнать данный дробовой заряд. Вот, что и получалось. Утки не всегда падали. Потом я начал... Вернее, нет, было не так. Я купил дробовые патроны высокая скорость, и с тех патронов у меня утка начала падать. То есть там использовался другой порох. Я думаю, как такого вот плана, как Сунар-35, более быстро горящие пороха, которые могут на коротком стволе разогнать заряд дроби до нужной скорости. Поэтому я снарядил... Ну, тут у меня есть патроны. Так, я снарядил на порохе Сунар 35 грамм дроби, и на порохе Сокол заряд 2,3 на 35 гроби, у Сунара 1,8 на 35 гроби дроби. И использовал составной пыш-контейнер полева. Ну, он называется вроде как полева составной пыш-контейнер. Суть этого пыш-контейнера заключается в том, что отдельно идёт обтюратор. Обтюратор внутри сферической формы, то есть порох должен гореть более правильно. Плюс он по высоте широкий, и он не может, к примеру, перевернуться, как это может быть, если неправильно начнёт гореть порох, то он может повернуться. Но мы уже посмотрели, вроде бы ничего такого не замечается при снаряжении 20-го калибра. Но дело в том, что так как здесь обтюратор сам маленький, то... А здесь есть большое углубление. То есть порох, когда будет гореть, он стеночки этого обтюратора, в моём понимании, прижмёт гораздо лучше к стенке, чем от пыш-контейнера БАРС. Снарядившие патроны на порохе Сунар и Сокол использование при использовании составного пыш-контейнера Полева... А, да, ещё не договорил. Здесь есть ножка. Если, к примеру, вы используете более лёгкий порох, его надо больше, либо больше заряд дроби, то эту ножку можно подрезать. Но, снаряжая на порохе Сунар и Сокол, вот, мне ничего не пришлось подрезать. То есть всё более-менее нормально закрылось, поэтому ничего страшного здесь нет, мне не пришлось подрезать. Для того, чтобы потом испытать разницу, действительно ли этот пыш-контейнер настолько хорош, вот, но тут мы будем смотреть не резкость, уже на других патронах, а будем смотреть осыпь дроби. Я его сравню с пыш-контейнером БАРС. Для чего? Я взял ещё патроны и снарядил порох Сунар 35 гроби 1.8 на Сунар написано БАРС. Ну, БАРС. Просто большой маркер плохо влезло. Ну, а теперь обо всём по порядку. Начинаем снаряжать. Так. В ближайшее время я выйду отстреляю эти патроны. Это будут буквально там в течение двух дней. Потому что за это ружьё мне уже дали задаток, я его как бы продал, и поэтому в течение двух дней его должны забрать, и я должен успеть отстрелять. Думаю, вам будет интересно, потому что вот я сталкивался с такой проблемой, как ну, то есть нехватка резкости на порохе сокол. Разговаривал там с ребятами, они говорят, что на стволах 76 сантиметров разницы по резкости с порохом Сунар либо Сокол они не замечали. Но хрона у них не было, вот, поэтому ну, как бы начальную скорость замерять они не замеряли. Но по резкости они использовали эти самые такие большие как бы блокноты, вот, строительные, там где реклама. Вот, по ним стреляли, и потом листали, и смотрели, какая резкость. То же самое я куплю пару этих строительных рекламных проспектов, вот, и буду по ним стрелять. Дело в том, что еще если использовать как за качество проверки резкости начальную скорость, то, к примеру, если мы на порохе Сунар 35, да и, в принципе, на любом порохе, на Соколе это будет меньше, заметно, на Сунаре 35 разгоним, к примеру, там до 450 метров в секунду, вот, то давление, создаваемое в патроне и в патроннике, и вообще на всем протяжении ствола, оно будет настолько велико, что дробь очень сильно помнется, как гречка. Она и так мнется, как гречка. Вот, но чем выше скорость, тем дробь при вылете уже будет более смятая. Когда дробь смятая, то уже долетая на расстояние в 30 метров, вот мы, к примеру, добились 430 метров, это уже очень высокая скорость, она будет сильно дробь смятая, и пролетев эти 30 метров, она из-за того, что уже имеет неправильную круглую форму, она получается, будет очень быстро тормозиться. И резкость такого патрона может быть меньше, что осы будет меньше, кучность однозначно, и резкость может быть меньше, чем, к примеру, на скорости там, в 400 метров в секунду. То есть, дробь на начальной скорости в 400 метров в секунду, дробь меньше сомнется, и она будет сохранять лучше скорость, из-за того, что она уже будет хоть чуть более правильной формы, и резкость будет, если не лучше, то однозначно не хуже. Но это такое лирическое отступление, думаю, мало ли кому будет интересно. Теперь обо всем по порядку, поехали. для начала гильзы нашел старое, это еще когда охотился в 12-м калибре, тут оставались все эти гильзочки бэушные, ну, не совсем хорошего качества, но, в принципе, для теста я считаю, это пойдет. Вот, нам главное вообще определиться, есть ли какая-то тенденция или нету. Вот, есть ли тенденции, к примеру, по резкости между двумя этими порохами не будет, то, значит, порох, который использовали в патронах, главпатрон высокой скорости, используется другой. То есть, вы уже будете знать, что на коротком стволе, к примеру, использование сунара 35 ничем не поможет. Мы декапсулировали гильзу, обжали гильзу, все, сейчас насыпаем сунар 35 1.8. Сразу буду делать два патрона, у меня уже один заготовленный. То есть, до этого, естественно, все проверил, как оно там нормально будет снаряжаться, чтобы вас не томить этим видео. Все время отмеряю порох по весам. раньше мне больше доставляло удовольствие снаряжение патронов, заниматься вырубкой с проклад, ну, с этих самых, с пробки пыжей. Сейчас, естественно, мне больше доставляет удовольствие пользоваться пыш-контейнерами, если эти пыш-контейнеры хорошего качества. чем заниматься вот... Ну, во-первых, может быть, не хватает времени, больше надо уделять время работе. Ну, и тоже, вот сейчас снимаю видео два часа ночи. То есть, до этого был занят. Поэтому, желательно, конечно, пользоваться хорошими комплектующими. Это гораздо приятнее. Ну, видео все равно надо делать. Надо в принципе, все эти видео я делаю для себя, опыты. Вот. Но если кому-то это интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будет приятно ну, и по поводу этих вопросов пообщаться. Может, кто-то что-то дельное подскажет. Вот. Потому что, ну, невозможно самому все знать. поэтому и говорю, что подсказывайте, подписывайтесь и смотрите мои его видео. Ну, как говорится, еще не судите строго. Потому что оператор я, может быть, и невысокого класса. Дробь использую пятерку. сейчас я буду отстреливать данные патроны на резкость. Именно. Порох буду отстреливать на резкость. И заодно мне очень интересно, насколько будет разница в этих пыш-контейнерах по кучности. то есть если разницы по кучности и по резкости не будет между барсом и составным пыш-контейнером полева, значит, получается все эти мнимые что говорят что лучше качество лучше осыпь дроби то это значит все наиграно. Но все всегда надо проверять. И надо проверять один раз на одном стволе, на втором стволе, потому что очень много может быть разных нюансов. в принципе чем я и занимаюсь, чтобы либо подтвердить данные слова, либо их опровергнуть. Работать со станком или, конечно, приятно, но для начинающих охотников я не хочу сказать, что это сильная панацея, без станка ли вы не сможете сделать качественно дробовой патрон или еще что-то. Это все делается легко и на станке УПС. Но желательно, конечно же, для себя будет приятнее, если вы купите... В Украине есть фирма Казаки, которая делает станок УПС-7. То есть там и закрутка в одном станке, мы как бы модернизировали его, более лучшие матрицы, но сейчас бы, конечно, УПС-7 бы я не поменял бы на этот станок. Все-таки чем лучше станок, тем приятнее пользоваться. сейчас обыкновенной закруткой, просто она у меня на стол не становится, обыкновенной закруткой создам форму. То есть, ну, вот так вот завальцую краешек. В принципе, на помповом ружье это не обязательно делать. Это как бы желательно делать на ружье полуавтомате. на помпе совершенно без разницы какого качества у вас там закрыт этот патрон. Звездочка красивая, звездочка правильная, звездочка ровная. Помпа это такой аппарат, который полностью всеядный. Он легко это все переносит. Вот. Сейчас мы завальцевали два патрончика. Хоть они и старенькие, но получились такого отменного качества. Так, это у нас Сунар 35 1.8 и сразу же я их помечу, чтобы потом не путаться. Еще раз спасибо фирме Stick Hunt подарила мне всю линейку наклеек. Все, и подписываем Сунар. Сунар. Все, подписали два патрончика, все красота. Так, теперь кстати вот маркер когда пишется на этой наклеечке он не стирается, то есть хорошо держится. И если вам потом надо заменить в эту наклеечку и сдираете, хотя в принципе я если выбираю на уток, вот я наклеил синенького у меня на уток идет, я знаю, что я туда заряжаю к примеру пятерку. Я просто когда декапсулирую тут дырочка пробивается, потом опять вставляю капсуль, ничего не закусывает, и я уже смотрю, что на данной гильзочке у меня синяя наклеечка, что это у меня здесь заряжена пятерка. То есть если я не собираюсь менять номер дроби на данной гильзе, и все, там эта гильза у меня существует 5-6 выстрелов. Тоже от качества зависит. Эти, наверное, у меня по 5 раз стреляны. Вот, эти зеленые стерлинг. Вот, в принципе, гильзочки хорошие, но больше 3 раз они не выдерживают, они начинают трескаться вот здесь. Я вам потом покажу. Как говорится, обо всем по порядку. То есть сунар мы снарядили, также мы сейчас берем порох с соком, заодно вы увидите, что данный пыш-контейнер составной полива, он работает на разных объемах, у него все-таки немножко амортизация есть. То есть данное вот здесь вот, что это не полая, там дырка есть, и оно немножко амортизирует. То есть вот это нехватку там в 2 миллиметра оно отрабатывает. Поехали дальше. Капсулю достали. капсулю вставили. Все, сейчас мы насыпаем порох соком. Так, приберусь на столе, а то что-то я тут так, поехали. 2,3 грамма сокола. кстати, если кому-то надо наклейки Stick Hunt, у меня до этого есть видео, и если вы подписаны в Одноклассниках, то я 22 мая буду разыгрывать наклейки. премиум книжку Stick Hunt. Там 325 наклеек. Вот. Вам только надо сделать репост видео. Ну, ВКонтакте. Хотел делать на Ютубе, но как-то этот вопрос не прозондировал. Что там, как там, куда. Поэтому для начала сделаю это ВКонтакте. А потом еще что-нибудь разыграю. Так. Снарядили порохом сокол. Сейчас постараюсь показать, насколько легко работать данными контейнерами. тум. Тум. То есть ставите сначала обтюратор. Ставите но лучше использовать на краю, чтобы ручка не упиралась. после чего засыпаете 35 грамм дроби. также так. То есть, видно здесь, если посмотреть сам патрон, то видно, что в теории здесь маловато места для качественного закрытия звездой. Но так как у нас этот пыш-контейнер составной полива немного пружинит, той звездой он закрылся. Останется потом только доработать это матрицей для закрытия завальцовкой. Но это уже буду делать не на камеру, чтобы вас не утруждать видео. Так, 35 дроби. Сейчас мы проведем эксперимент. Дома такого желательно не повторять, но времени уйти на улицу как бы нет. Поэтому мы сейчас аккуратненько, покуда жена спит, что-то никто не видел, проведем эксперимент. Цель данного эксперимента заключается визуально посмотреть, как работают пороха. Для этого. Так, это у нас... Сейчас, подождите, доснаряжаю патроны, чтобы уже не путаться. Это у нас сокол. Поехали, это сокол. Так, маркер. Так, сокол снарядили. И у нас осталось снарядить на пыш-контейнере Барс. Так, сейчас мы камеру наведем, чтобы всё было по феншую. Отлично. Так, и теперь у нас осталось пыш-контейнер Барс. Вот, о чём я вам и говорил. Разрываются... Так, где это у нас мониторчик? Разрываются краешки гильзы. В принципе, оно потом это всё снаряжается, но звёздочка получается не совсем красивая. Так как красота... Ну, мне сильно... Там, не принципиально. Мне надо, самое главное, это... Провести качественный... Отстрел. Посмотреть, именно как работает на данных комплектующих. Они настолько, как можно закрывать красиво здесь. Кстати, мало того, что они, эти гильзы, трескаются, у этих гильз очень слабо входит капсуль. Вот, и в полуавтоматах при перезарядке эти капсуля могут выскакивать, попадать в механизм и давать как бы торможение работы. Но наклейки Stick Hunt они эту проблему убирают. То есть капсуль... Они держат капсуль и капсуль уже не вываливается. Так, это у нас Sunar Bars. Сейчас подписываем. Sunar Bars. Sunar Bars. Stick Hunt пишет, что данные наклейки, которые рассчитаны на 12-16 калибр, я их использую и на 20 калибр. Ничего там не вылазит за пределы гильзы, донца гильзы. Просто надо более аккуратно наклеивать. Если здесь вот я наклеил вбок и ничего страшного, оно не вылезло, то, ну, так небрежно уже в 20 калибре не прокатит. Надо более ровно это все делать. Поехали. Не забываем, сейчас будем опыт проводить. Так. Сейчас я быстро доснаряжаю патроны. 1,8. 1,8. Порох отставляем в сторонку. Ставим пыш-контейнер Bars. Конечно, если бы, вернее, не найти, если бы где-то дешево купить станок Mac Junior или еще какой-то из хороших, более качественных станков, я бы купил. Но при условии, что, ну, это было бы как-то немножко подешевле. Потому что даже самый обычный Li у нас стоит 100 долларов. В принципе, я не жалею, что его купил. Он у меня эти своих 100 долларов отрабатывает. Но всегда хочется лучшего качества. Поэтому, если узнают, что кто-то продает станок Mac или еще какой-то более лучший. Если там еще будут матрицы на 12-й, 20-й калибр, либо на все калибры, там, 16-й, то однозначно бы купил. По хорошей, исходной цене однозначно бы купил. Все, дробь нам больше не понадобится. Сейчас покажу. Вот здесь не надорвана гильзочка. Сейчас покажу, как оно закроет. И потом покажу, как закрывает порванную гильзу. Блин, тут немножко подмяло. Не совсем качественно это получилось. И сейчас порванная гильза. Это где уже несколько раз снаряжалась и порвана. То есть, если у вас гильза порванная, так оно тут не видно тоже надорванной гильзочки. И вы видите, что здесь получается не совсем качественная звезда. Кто-то может сказать «Фу! Ты кака, так нельзя делать!» Ребята, мы цель поставили сделать отстрел. И я ее хочу добиться. Теперь переходим конкретно к опыту. Для этого нам надо так в принципе что я хочу сделать? Сейчас подождите я возьму старую доску и на ней проведу опыт. взял металлическую пластину это у нас леденцы детские лепить. Что я хочу делать в подтверждении своих слов. Я уже брал порох сокол выкладывал дорожку сейчас подождите мы выложим дорожку и постепенно буду вам дальше рассказывать что я делал. То есть, я выложил дорожку подпалил этот порох и он очень медленно горел. Вот. Конечно, должно быть давление порох лучше горит когда есть давление. Вот. Но порох сокол мне кажется и мы это сейчас проверим мы одинаковое количество пороха возьмем порох сокол будет гореть более медленно чем порох сунар. Вот мы берем к примеру там 25 грамм пороха сокол выкладываем с него дома желательно это не делать. Но так как мои спят сейчас мы сделаем длинную дорожку в дорожках я не профессионал сейчас ну как-то так так вот я уже делал этот опыт порох сокол блин, а всякие пожарные как-то тут так видос снимается снимается дома не повторять мама то есть порох сокол как таковой быстро не горит так же само я насыпал бездымный вернее дымный порох черный ну естественно тут поджечь вот такую вот полосочку я понял что что-то здесь ничего страшного нету вот беру дымный порох так же подношу спичку он сгорел моментально очень быстро сгорел было много дыма и дело в том что если вы собираетесь стрелять к примеру хотите подурачиться и стрелять солью то соли в навесках вот в этих патронах будут там порядка там может быть 4 грамм или 5 грамм и порох сокол он не будет работать ему надо чтобы было давление чтобы он разогнал патрон поэтому надо использовать дымный черный порох вот он соль разгонит ну естественно это как травмат надо стрелять на маленьком расстоянии все сейчас мы пробуем что у нас получится с сунаром это мы убираем ну вот видно порох сокола ну есть такие не сгоревшие эти крупицы сейчас пробуем что нам покажет порох сунар насыпаем 0,35 грамма просто тоже самому интересно сунар так не палил хочу посмотреть 0,35 или 0,25 ну в принципе без разницы сам процесс то есть в моем понимании если сунар быстрее сгорает значит он и на коротком стволе будет работать лучше закрываем отставляем вот 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 Ну что, поехали. Порох Сунар. Сунар 35. Ну, мне кажется, горит гораздо быстрее. Хотя тоже не сгоревшие порошинки. Не хочу сказать, что порох там более лучше сгорел. Но тоже, повторяюсь, должно быть давление для хорошего горения. Вот видно, что тоже есть такая же, как обяка. Дыма нету. Если бы мы использовали бездымный порох, то дыма было бы гораздо больше. Вернее, не гораздо, тут бы всё было в дыму. На этом видео мы заканчиваем. Ну, поняли, что Сунар 35 горит немножко быстрее, чем порох Сокол. То есть, поэтому, в принципе, я отстрел должен показать, что на порохе Сунар на коротком стволе должно быть лучше. В течение двух дней обязательно я выкладываю видео. Подписываемся на мой канал. Если понравилось видео, ставим лайки. Не понравилось, дизлайки. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...